Николай Сергеевич Валуев, все вы его знаете, чемпион мира, депутат Государственной Думы, борец за справедливость во всех смыслах слова. Я когда узнал, что вы хотите со мной встретиться, я конечно согласился, мне очень интересно вас слышать, то о чем вы думаете, о чем мечтаете. За вами будущее, за вами страна, за вашими делами, как вы сейчас думаете, чем живете и как мечтаете, такой будет страна. Здравствуйте, Николай Сергеевич, меня зовут Илья. Какие были ваши первые ощущения перед вашим самым первым боем? Самый первый мой бой, он был в присутствии нескольких тысяч человек. Не совсем, что ли, был я на все 100% уверен в своих силах. Я тоже просчитывал, сколько времени я занимаюсь боксом. Это всего лишь полгода, с момента, только лишь начало занятия. То есть это была такая, ну, по-хорошему, авантюра. Она увенчалась успехом, я перестал сомневаться, я с каждым боем наращивал какое-то свое мастерство. И самое главное, я наращивал уверенность. Больше 50 раз я вышел на профессиональный ринг. Я рад, что я сумел победить прежде всего самого себя. Здравствуйте, Николай Сергеевич, у меня к вам вопрос, меня зовут Матвей. Почему вы выбрали именно бокс? Хорошо, спасибо. Я долго думал, выбирать или не выбирать. Бокс, это, я сказал, это авантюра в моем случае, увенчавшаяся успехом. Мне нужно было бы карабкиваться и вставать на ноги крепко. А к этому миллион причин было. Я хотел оставаться в спорте, я хотел, чтобы спорт был моей профессией. И я решил, что буду заниматься боксом. Там очень много причин глубинных. А сам вид спорта я полюбил, как ни странно, позже. Я попробовал просто свои силы. У меня получилось. Худо, бедно, как, но получилось. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Вы человек, прошедший через профессиональный спорт. И вы, как никто другой, знаете, что для того, чтобы победить, надо пройти через много поражений и неудач. Вот хотелось бы спросить у вас, что вам помогало не отчаиваться, не считать себя безнадежным, а вставать и идти работать дальше? Я понял. Отличный вопрос. Уважение к себе и к своему труду. Еще и уважение к себе, как к мужчине, который, подскользнувшись и упав, должен встать и пойти дальше. Отряхнуться и, несмотря ни на что, пойти дальше к своей цели. Понимание, что я годы тяжелейших тренировок не могу выбросить просто в помойку и заняться чем-то другим, оно меня удержало от того, чтобы сделать этот неправильный шаг. И я был за это вознагражден. Я оказался прав. Как справиться с психологической атакой в школе? Ваше самое главное приобретение – это вот здесь. Саморазвитие, развитие вашего интеллекта, многогранность мыслей и быстрые реакции. Вот это в будущем, особенно для мальчиков, обращаю внимание, даст возможность вам быть не только в центре внимания, и вам, тех, кто вас раньше пытался при всех унизить, вам еще будут завидовать. Меня зовут Ермак. У меня вопрос. Сколько у вас любимых было уроков в школе и каких? В основном это гуманитарные уроки, это география, история. До сих пор история – это просто что-то. А природоведение – это астрономия, конечно. Я практически не читал учебник астрономии для 10 класса, ну, потому что я уже все там знал. А двойки получали? Конечно. Были двойки? А пересдачи? И все, я все пересдавал. Очень яркое впечатление, когда в первом классе я получил единицу. Но как я ее получил? Я хулиганил, меня поставили в угол, я пропустил урок, потом мне за этот урок, соответственно, поставили единицу. Самое страшное было потом, потому что мне надо было с этой единицей в дневнике идти домой. Вот это. Вот это запомнилось. А боялись, когда родители уходили на родительские собрания в школе? Вот в этих дней? Нет? Нормально? Нет, это вообще. Я не создавал таких больших проблем для своих родителей, что могло обсуждаться на родительских собраниях. Я не припомню, чтобы меня как-то приходили, ругали. Но вам повезло. Я с шестого класса вообще жил в самостоятельной жизни, чтобы вы понимали. Я жил в общежитии, уже в спортивном, потому что было очень сложно каждый день мотаться домой. Здравствуйте, Николай Сергеевич, меня зовут Анастасия. И мне интересно ваше мнение насчет того, насколько важен спорт для молодежи на данный момент. Знаете, я думаю, что спорт будет вечно с человеком. Важен абсолютно. Может быть, лет через сто тех видов спорта, которые сейчас развиты, уже не будет. Будут другие. Но человек для себя всегда будет придумывать вид деятельности, в котором нужно чего-то достигать. Ну и не только достигать, но и который поможет быть развитым физически. На какие кружки или занятия выходили в детстве? Мы клеили корабли. Прямо выпиливали их из болванки деревянной. Я очень любил склеивать самолеты. У меня вся моя комната была в этих самолетах завешена. Расскажите, пожалуйста, о первой работе. Собирали мы картошку. Нам за это деньги заплатили. Я с гордостью принес их домой. Все до копейки отдал своим родителям. Папа мне выделял на мороженое. Я даже сам оттуда... Я мог, конечно. Никто же не знал, сколько я заработал. Но вот именно я все положил на стол. Папа сказал, возьми себе что-нибудь на сладкое. Я взял там рубль. Вот Екатерина Таранова задает вам вопрос. Мечтали ли вы когда-нибудь полететь в космос? Да, конечно. Хотели быть космонавтом? Ну, хотел. Пока был маленький и не вырос. Я же начал понимать, что я не смогу влезть в космический корабль. Тем не менее, я собирал марки, посвященные только космической тематике. Николай Сергеевич, а вам тяжело быть ведущим «Спокойной ночи, малыши»? Когда меня пригласили, я ни секунды не раздумывал. Я решил, что я там буду. Единственные опасения были, как будут воспринимать дети. Ну, скажем, вид у меня не совсем такой необычный. Но с выходом сериала «Шрек» все встало вообще на свои места. Я должен быть благодарен этому персонажу. Снимали фильм. И моя дочка еще маленькая совсем, листала комиксы. И там был Шрек. Тыкает пальцем и говорит, мой папа туда. Он какой Шрек-то? Он добрый, Николай Сергеевич? Да, Шрек добрый. Это правда. Какой самый смелый поступок у вас был в жизни? Самый смелый поступок – это моя свадьба. Я, наверное, никогда так долго не переживал, как на момент, что вот случится такое официальное оформление отношений. Я знал, что я поступаю правильно. Но вот что меня ждет впереди, вот это, наверное, такой смелый поступок. А вы в детстве своих детей ругали за жалости? Я понял. Если они начинают себя жалеть, да? А? Если они себя жалеют, да? За жалости какие? А, шалости. Шалости. Ругаете ли вы своих детей за шалости, Николай Сергеевич? Конечно, конечно, ругаю. Но на самом деле они все равно шалят. Вот я тебе могу так сказать. Когда тебя ругают родители, на самом деле слово «ругать» оно немножко не подходит. Родители не ругают, родители поправляют. Но мы и мы тоже в свое время говорили, что нас поругали родители. На самом деле этот глагол вообще не подходит сюда. Я отец троих детей, я знаю, что если бы моя супруга, моя Галя, если бы я, как папа, где-то не отдергивал шалящих детей, то они бы могли сделать ошибку, о которой и я, и моя жена, супруга, и они сами могли бы очень сильно пожалеть. Николай Сергеевич, огромное вам спасибо. Ребят, спасибо, что вы приехали. Мы очень рады вас видеть. Знаю, что дорога была непростой, все доехали, все здесь. Мы подготовили вам небольшие подарочки. Вот сейчас ребята вынесут. И сейчас мы, Николай Сергеевич, если вы не возражаете, сфотографируемся. До свидания.